Москва отказала в посадке самолёту Бундесвера с эвакуированными из Китая пассажирами. Причиной отказа назвали нехватку пропускной способности на земле. В Бундестаге расценили это как недружественный акт. Москва отказала в посадке самолёту с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ. Аэробус А310 Бундесвера вылетел в Германию из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за эпидемии коронавируса. На его борту находилось более 120 человек. Изначально самолёт планировал сделать остановку в Москве, как заявила глава Минобороны ФРГ, разрешение на посадку в Россию было обещано. Однако затем отозвано из-за недостаточной пропускной способности в московском аэропорту. После того, как стало известно об отказе, самолёт перенаправили в Хельсинке. После дозаправки он вылетел в Германию и приземлился во Франкфурте на Майне. Отказ Москвы в посадке немецкого самолёта стал одной из главных новостей субботы в Германии, рассказывает корреспондент Бизнес-ФМ ФРГ Мария Волкова. Отказ Москвы принять спецборд Бундесвера, который эвакуировал сегодня граждан Германии и членов их семей из Ухани, вызвал и у немецких газет, и у многих политиков, и членов Бундестада много вопросов. В Москве самолёт Аэробот А-30 дети должны были дозаправиться и поменять экипаж, причём, как сообщает одно из федеральных ведомств Германии, и на него ссылаются сегодня Deutsche Welle и Die Welt. Ещё 30 января, в четверг, в Москву прилетели пилоты в Бундесвера, которые и должны были сменить пилотов, вылетающих из Ухани. Но в самый последний момент спецборду в Москве отказали. В Москве это объяснили недостаточной пропускной способностью аэропорта и нехваткой ресурсов. Так об этом заявляет министр обороны Германии Нагрет Крамп-Каренбауэр. Причём она отметила, что министерство обороны и миниции Германии, наверное, в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа, а не те, которые озвучила Москва. Сам спецборд уже прилетел в Франкфурт-на-Майне. Всех прилетевших, это 126 человек после проверки медиков, их отправят на военную базу. И там они будут находиться на карантине в течение двух недель. Причём неважно, были ли у них какие-то симптомы, жалобы. Но по последним данным немецкой прессы, жалоб на здоровье или каких-то симптомов коронавируса нет ни у кого из прилетевших. Мария Волкова. В Бундестаге отказ Москвы разрешить посадку назвали недружественным актом. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать, заявил агентство ДПА Йохан Вадепуль, зампредседателя парламентской фракции блока ХДС-ХСС, входящего в состав правящей коалиции. Непонятно, почему самолёт Бундесфера запросил промежуточную посадку в Москве, и пока нет никакой информации, почему в посадке было отказано. Комментирует гендиректор Ассоциации аэропорт гражданской авиации Виктор Горбачёв. Сейчас уже, в принципе, самолёты не дозаправляются. Это не аварийная посадка была абсолютно, потому что если это аварийная, обязательно должны принять никуда, тут не денешься. Любой московский аэропорт должен был принять это воздушное судно. Из чего он вдруг запросил посадку и сесть, но это не техническая причина была. Но я думаю, что это карантинные дела. Нам тоже лишние, больные не нужны. Правительство России приостановило безвизовые туристические поездки в Китай, оформление рабочих виз гражданам КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в субботу на официальном сайте Кабмина. Решение вступает в силу в воскресенье 2 февраля. Кроме того, Россия начала эвакуацию граждан из Китая. К вывозу россиян в ближайшее время подключат 5 военных самолётов с медиками на борту, заявил министр обороны Шойгу. В мире число заболевших коронавирусом приближается к 12 тысячам человек. Лишь более ста из них находятся за пределами Китая. В России первые случаи коронавируса были зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента, граждане Китая, изолированы. Один из них уже идёт на поправку. Восемь человек были доставлены в московскую инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. Результат анализа на коронавирус у всех пациентов отрицательный, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. В Петрозаводске с подозрением на новый вирус госпитализирован китайский студент консерватории, а в Мурманске на рейсы до Москвы не приехали сразу 23 пассажира из Китая. Причины выясняются. В самом Китае повышены меры безопасности. Сеть заполнена фотографиями, где медики ходят в костюмах полной спецзащиты, включающей даже очки. Заболевших слишком много. И из-за переработок врачи спят прямо на рабочем месте. Сверхурочно работают и производители защитных масок, но их всё равно не хватает. Жители бедных районов в качестве респираторов используют пластиковые бутылки и даже кожуру от гриппфрута, рассказывает Алексей из Шанхая. Я, честно говоря, не фотографирую все эти дела, но так вот пластиковые бутылки видно есть. Народ, видимо, так смеётся. Я надеюсь, что это чувствуем и умры. Я опять-таки же не подхожу к этим людям, но не спрашиваю. Есть, знаете, такие костюмы УЗК, полностью резиновый такой, с противогазом. Примерно чтобы такое есть, там народ вырезает себе из кожи какие-то маски в виде каких-то драконов. Касаемо проверки, она проходит всегда. То есть тут вне зависимости от того, сейчас это или полгода назад в Китае, везде на всех этапах в международном аэропорту стоят специальные аппараты, через которые ты проходишь. Это, грубо говоря, он напоминает чем-то металлоискатель, только у него вверху вместо металлоискателя стоит градусник, который путём выплативного измерения меряет вам температуру. И плюс ещё проверки бывают непосредственно перед входом в самолёт, тоже определяют температуру. Алексей из Шанхая. Число жертв вируса превысило 250 человек. Это примерно 2% от всех инфицированных. Столько же полностью выздоровели. Несмотря на глобальный ажиотаж вокруг нового заболевания, по своей смертоносности оно не сравнится с обычным гриппом. По оценкам ВОЗ от осложнений при гриппе ежегодно умирает от 300 до 600 тысяч человек.